Сегодня в видео коррекция нарощенных ногтей гелем и дизайн с фольгой. Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня буду вместе с вами выполнять гелевую коррекцию. Начинаю, как обычно, с дезинфекции рук клиента и мастера. Снимаю материал до тонкой подложки. Работаю фрезой усеченный конус зеленой насечкой. Теперь опиливаю поверхность и форму ногтей. На сломанном ноготке практически полностью убираю материал, длину и делаю форму мягкий квадрат. Сейчас сразу наращу средний ноготь, а потом продолжу с остальными. Убираю птеригий пламенем. Перед базой использую дегидратор и бескислотный праймер. Теперь тоненьким слоем покрываю базой и сушу 60 секунд. Для того, чтобы не ошибиться с длиной, меряю соседний ноготок. Теперь подставляю форму. Мне, конечно, нравится вырезать ушки для того, чтобы форма хорошо стала под ноготок. В этом нет ничего сложного. Визуально запоминаю точки в роста, можно их наметить ножницами, это уже на ваше усмотрение. А далее вырезаем в этих местах треугольнички, чтобы боковые валики не мешали форме. Обратите внимание на то, чтобы форма стояла ровно, не клевала вниз и не задиралась вверх. Теперь наношу гель на ноготь. Ставлю каплю и распределяю ее по поверхности. Формирую нужную длину. Переворачиваю ручку ладонью вверх, чтобы капля слегка растеклась по форме ноготка. Переворачиваю и сразу в лампу на 30 секунд. Затем зажимаю гель по бокам, чтобы сформировать красивую арку. И отправляю дальше сушиться в лампе еще 60 секунд. Теперь покрываем гелем остальные ноготки. Не забывайте подписываться на мой канал, если еще этого не сделали. И нажимайте на колокольчик, так вы будете всегда в курсе новых видео. Когда все ногти уже высушены, вытираю липкий слой и приступаю к опилу. Сначала работаю той же фрезой, которой снимала материал. Тут же выпиливаю натуральный ноготь изнутри. Теперь довожу до идеала вид сверху и сбоку пилочкой на 180 грит. Субтитры сделал DimaTorzok Безымянный ноготь изнутри. Торог левой руки получился слишком узкий. В таком случае можно доложить материал и еще раз запилить его. Перед тем, как покрывать гель-лаком, делаю маникюр. Опять же прохожусь пламенем и ставлю кутикулу юбочкой, чтобы ее было удобно срезать шаром. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, это нужно было сделать до маникюра, но я вспомнила об этом этапе только после. Вот теперь коррекция готова, осталось покрыть гель-лаком и сделать дизайн. Сегодня моя клиентка придумала дизайн белый с серебром. Ну что ж, будем воплощать. На безымянные ноготки покрываю камуфлирующую базу. Средние будут белыми, а все остальные темно-красными. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...